В Самаре с 30 декабря по 8 января с улицы дорог города вывезли 27,5 тысяч тонн снега на площадке временного складирования, сообщили в мэрии. Уборка от снега городских территорий продолжается в усиленном режиме. Первый вице-мэр Самары Алексей Веселов поручил профильным службам нарастить темпы вывоза снежных накоплений. Так только за минувшие праздники задействовали до 80 самосвалов ежесуточно. Всего с начала сезона на специализированные площадки доставили свыше 87 тысяч тонн снега. На маршруте Самары-Рождествено возобновили движение судов на воздушной подушке, сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. В связи с тяжелой ледовой обстановкой на Волге подушки будут ходить в светлое время суток. Из Самары первый рейс отправляется в 9 утра, последний в 17.00. Из Рождествено первый рейс отправляется в 9.15, последний в 17.15. Заход на проран запланирован в 10 и в 15.00. На сайте Международной выставки форума России продолжается голосование за лучший стенд региона. Самарцы еще могут успеть отдать голос за 63-й регион. Подробная инструкция размещена на сайте телеканала Самары ГИС. Международная выставка форума России – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля. Самарская область передала документы с подписями в поддержку Владимира Путина. Вместе с 63-м регионом документы предоставили еще 12 субъектов – Республика Башкортостан, Мариэл, Мордовия, Татарстан, Чувашия и Удмуртия. Кроме того, документы поступили от Кировской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской области, а также от Пермского края. Всего уже 58 субъектов предоставили первые собранные подписи. Сбор, подсчет и проверка подписей продолжится до конца месяца. С 1 января 2024 года повысились цены на техосмотр. Минимальная стоимость услуги увеличилась пропорционально уровню инфляции в стране. В Самарской области, согласно постановлению правительства, для владельцев легковых автомобилей предельная стоимость техосмотра составит 1022 рубля. Также в регионе с 1 января 2024 года повысились тарифы на эвакуацию автомобиля на штрафстоянку. Вывоз одного транспортного средства теперь составляет 2264 рубля. Это на 152 рубля больше, чем в 2023 году. В управлении ЗАГС Самарской области назвали самые популярные и редкие имена, которые самарцы давали новорожденным в 2023 году. Мальчиков чаще всего нарекали Михаилом, Артемом, Александром, Матвеем, Максимом, Дмитрием, Иваном, Марком, Романом, Тимофеем. Среди женских имен в топе Софии Анна, Ева, Виктория, Мария, Варвара, Полина, Василиса, Алиса и Арина. Среди необычных имен Светогор, Данислав, Корней, Емеля, Яромир, Ария, Мирада, Апрелина, Северия, София, Светоника. Японские ученые открыли новые полезные свойства кофе. Во время исследований специалисты обнаружили, что содержащиеся в напитке вещество триганилин благотворно влияет на организм и борется с его старением. Как выяснили эксперты, 5 мг триганилина, который содержится в килограмме кофе, улучшают когнитивные способности. Помимо этого, вещество, содержащееся в бодрящем напитке, увеличивает снабжение клеток организму энергии.